Значит, сегодня очень такая интересная тема, насколько мы можем доверять математике. Мы математикой же везде пользуемся, физике, где-либо еще, но насколько мы этой науке можем доверять? Притом этот вопрос я ставлю не тем способом, который ставит, скажем, Гедель или кто-нибудь еще. Почему? Они-то говорят, насколько эта система аксиом, которую мы используем, может быть либо неполна, либо противоречивая. Я говорю, насколько она нас действительно не обманывает, насколько то, чем мы пользуемся, для нас действительно подходит. То есть мы помним, что Декарт говорил по поводу того, что мы можем сомневаться, даже в том, чем сомневаться, казалось бы, совсем невозможно в природе математических доказательств. И вот этот вопрос надо обсудить, насколько мы математике можем доверять, и насколько в самом деле, не в смысле бытия, как говорил Декарт, а в смысле сущности, мы можем доверять математике. Но в самом деле, здесь, как всегда, будем атаковать математику с привычных позиций, с позицией так называемой аксиомы выбора. Аксиома выбора, она состоит в следующем, что, допустим, у нас есть большое количество множеств, в перспективе даже, говоря, бесконечное количество множеств, и мы можем тогда образовать новое множество. Из каждого из тех первых множеств взять по одному элементу и, значит, создать множество новое. Казалось бы, простая вещь. Но тут задается вопрос, а как мы можем взять, если эти множества бесконечные, мы до них никогда не доберемся, мы с ними никогда не будем иметь дело. Если там, допустим, элементы все в каком-то множестве будут одинаковые, как мы выберем из них одно, по какому принципу. И такие вопросы существуют, но в свое время, до начала 20 века, эти вопросы благополучно отметались и считались, значит, они совершенно неверными. И вот эта аксиоматика называется аксиоматикой выбора системы аксиом Сармела Френкеля. Рассмотрим простейший эффект, поскольку я буду сегодня хулиганить, да, который называется парадокс Деда Мороза. Пришел Дед Мороз к детям на утренник и начинает играть с ними в следующую игру. За первую минуту он дает каждому ребенку по одной конфетке. Так. Да, потом еще за полминуты он забирает у них вот эту первую конфетку, но дает вместо нее две. Третью, четвертую. Следующий шаг. Он забирает третью, четвертую конфетку и отдает детишкам в два раза больше. Значит, он дает пятую, шестую, седьмую, восьмую конфетку. Понимаете, да? То есть время зародится на два. Да, то есть у тебя, да, за какое-то время, все время меньше его становится, допустим, чтобы процесс был... Да, смотри, да, что здесь происходит. В любой момент времени у детишек больше конфеток становится все время. Все время в два раза. И это как бы казалось бы. Он все время забирает не в два раза меньше, а дает в два раза больше. Очень хороший, честный, милый Дед Мороз. И конфеток в волшебном мешке бесконечное количество. Но теперь перейдем к пределу бесконечности. Тогда мы обнаружим, что все конфеты, которые бы не были, все находятся у Деда Мороза. И получается, что этих конфет нет ни одной, ни у детей. Согласитесь, да? Почему? А потом... Процесс выдачный процесс. Да. Вот, вот, вот. Процесс выбора. Не разнесены во времени? Не разнесены, они одновременно. Если они одновременно происходят, то конфет нет ни там, ни там. Нет, ну, хорошо. Я тебе задаю вопрос. Например, конфета с номером 101, она у кого находится в самом конце этой процедуры? Непонятно. Понятно, у кого она находится, у Деда Мороза. Почему? Он же выдал ее. Ну, он ее и забрал. За время две секунды он ее... А сколько бы он ни выдал, он на следующем этапе заберет. Да, все эти конфеты, да. А на следующем снова выдаст. Ну, правильно. Ну, он выдаст следующие конфеты уже. Понятно, что, нет, здесь вопрос идет о том, что к бесконечности устремлять, сколько бы он ни выдал, как бы такое огромное количество, он все это забрал. Да. Ну, ну. Так же можно подойти, сколько бы он ни забрал, он бы выдал бесконечности. В чем здесь парадокс-то она состоит? Нет, ну, парадокс состоит в том, что при переходе к бесконечности, любая конфета, на которую ты бы не указал, любая конфета, с номером 1000, с номером миллион, с номером 10 миллионов, она всегда окажется у Деда Мороза. Потому что, как бы, парадокс... Ничего подобного, а почему ребенка окажется? Нет, она окажется у Деда Мороза. Он второй ход делает, он первым ходом выдает, а вторым ходом, как бы, забирает. Да. Условно говоря, он выдает конфету, скажем, большего номера, чем забирает. Но когда мы приходим к бесконечности, этот предел, он на бесконечности... Это только, опять же, делится на два этапа. Выдача и забирает. Это не важно, это не важно. Они не одномоментны. Если они одномоментны, то конфет нет ни там, ни здесь. Да пусть они будут одномоментны. А если они в двух моментах... Конфеты все время разные. Конфеты разные, они пронумерованы. Конфеты разные. Конфеты вот такие странные. То есть, они вот... Все конфеты пронумерованы. Они пронумерованы, поэтому они разные. Это такая же ситуация с этим самым... С черепахой, по-моему, да? Которая не доводит. Или с стрелой, которая не долетит. Это потом. То есть, она не там, не здесь. Сейчас я к этому еще перейду. Значит, смотрите здесь, в чем состоит. С одной стороны, нанесу странного рода парадокс. Этот парадокс состоит в том, что я... Что Дед Мороз, точнее, все время выдает детишкам конфеты в два раза больше, чем он у них забрал. То есть, у детишек их все время больше. Но потом оказывается, что все конфеты, которые были в нашем процедуре, все они у Деда Мороза. У детишек ничего нету, как бы. То есть, вот это как бы такая вот эта странная игрушка. Здесь это вот именно парадокс, который является неразрешимым. И он является следствием парадокса, не парадокса, а наличия аксиоматики, значит, Цермела Френкеля. Вот это самые аксиомы выбора. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, мы знаем, что она приводит и к другим странным вещам. Такой странный эффект, который вы помните, это был парадокс Бана Хатарского. Когда мы брали одну сферу, пилили ее каким-то образом на три части, и потом из этих сфер складывали две сферы. Ну, почему бы нет, с одной стороны. Ну, как, почему бы и не быть такому Деду Морозу. Но с другой стороны, это явно противоречит здравому смыслу. Есть еще одна вещь, которая намертво... Две такие же, точно такие же сферы. Ровно такие же сферы, да. Ровно две такие же, я не сказал. Мы это как-то уже обсуждали. Кроме того, есть еще следующий вопрос. Вот, например, мы сравниваем две бесконечности. Мы знаем, что у нас есть две бесконечности. Одна бесконечность счетных чисел, то есть натуральных. Считаем, бам-бам-бам, она идет до бесконечности, но она объявляется бесконечности. А вторая, это множество иррациональных чисел. Ну, то есть, всех там корень из двух, корень из трех, е, пи, так далее, так далее, так далее. Мы задаемся вопрос, каких чисел больше. И вот оказывается, что у нас тех самых чисел, которые иррациональны, больше бесконечное количество раз, чем рациональных. Они бы не еще на количество раз, но больше. Да, да. Их оказывается гораздо больше. Но оказывается, что, например, рациональных чисел, то есть образованным отношением m к n, то есть где m и n это целое число, например, 3 пятых, 7 шестых или чего-либо еще, ровно такое количество, сколько чисел в натуральном ряду. Потому что мы... Драбей. Да, любых рациональных дробей, их столько же. Можно перечитать. Столько, потому что их мы можем поставить в взаимооднозначное соответствие. А этих мы поставить как бы взаимооднозначное соответствие мы не можем принципиально. Сейчас соточки дробов смысл тоже как-то странно. Да. Вы терапевтили, вам может быть больше. Но с другой стороны, здесь есть теорема, я этот результат получать не буду, я про него скажу. Аксиоматика Церемела Френкеля делает возможным существование так называемой континиума гипотезы. Именно аксиома выбора вот это самое делает возможность. Она говорит, что между двумя этими классами, между мощностью континиума, то есть чисел от отрезка 0 от 1, который заморфен отрезку от минус бесконечности до бесконечности, и счетных чисел теоретически может существовать еще какой-то другой класс. Но в рамках аксиоматики Церемела Френкеля ты не можешь его не утверждать, что он существует, не опровергнуть. То есть, возможно, континиум гипотеза, но которая в рамках аксиоматики Церемела Френкеля с аксиомой выбора, она как бы оказывается возможна, она недоказуема. Но другое дело, что этого класса никто до сих пор не видел, никто нам такого класса не предъявил. Мы считаем, что промежуточной мощности у нас между счетными числами и этими не существует. Вот. Такая вот это значит у нас возникла большая проблема. И в первую очередь, что здесь оказывается, то, что здесь оказывается, это попытка построить математику без аксиомы выбора. Но совсем без аксиомы выбора получается, что построить ее нельзя. Почему? Потому что исчезают, например, такие понятия, как предел. То есть, нет у тебя предела. Ты не можешь доказать, что он единственный, что различные определения предела, это одно и то же. У тебя отсутствуют понятия предельной точки и функции. Здесь мы обращаемся к древним, то есть, к тот самому парадоксу Зенона. Мы же помним, что у нас идет Ахиллес, который никогда не догонит черепаху. Это оказывается следующим образом. Что значит, берем и всякий раз делим отрезок, чтобы Ахиллесу догонит черепах, ему надо пройти половину этого промежутка. Для того, чтобы пройти половину, надо пройти четвертую часть. Для того, чтобы пройти четвертую, нужно одну восьмую часть. Но говорим мы с точки зрения нашей современной физики. Это пустяки. Он же проходит их всякий раз за конечное время. И таким образом мы их можем поделить один на другой. Но с точки зрения, если у нас не будет аксиоматики выбора, мы не можем пройти и сказать, что там где-то мы можем... Раньше, если у тебя есть аксиоматика выбора, то ты честно говоришь, что у тебя есть множество S, допустим, некое большое множество S. И ты говоришь, пусть у тебя есть функция F, которая определена на всех членах множества S. Это же кажется естественным. Ты придумал функцию. У тебя косинус, допустим, от всех X. И она будет дать. Что ты можешь это сделать. Но здесь, когда у тебя нет аксиоматики выбора, ты этого сделать не можешь. И таким образом, что там где-то у тебя одна миллиардная... Вот это самое... Одна миллиардная расстояние делится на одно миллиардное времени. Выбор ты бы подобного рода сделать не можешь. И производную ты для них построить не можешь. Поэтому оказывается... То есть, оказывается, если у тебя нет аксиоматики выбора, то у тебя получается, что парадоксы Зенона абсолютно корректны. То есть, они говорят о том, что хелест никогда не догонит черепаху. Что тоже совершенно неправильно. С одной стороны, куда я не плюну, у нас оказывается везде проблема. С одной стороны, мы имеем аксиоматику аксиома выбора, но тогда мы складываем из двух частей одну. Что-то между тем словом аксиоматика... Аксиома выбора. Что такое аксиома выбора? Аксиома выбора состоит, что у тебя, я с этого начал сформулировать, что у тебя есть некая совокупность множеств, сколько угодно этих множеств может быть. И ты можешь из каждого этого множества выбрать по одному элементу и образовать новое множество из этих элементов. Вот она состоит из выбора. Важно, что множество бесконечных. Да. А не просто конечных. Да. Для вот этого, для счетного. Поэтому... Ты фактически сделать этого не можешь. Ну, как бы, смысл стоит в том, что, в принципе, это естественно, что можно так сделать. Понятно, что если ты перекладывал бы, взял бы бесконечные ящики, я тут взял бы по одному мячу, ты как бы делал бы это бесконечное время, но формально, как бы, да, вроде не возникает препятствий. В теории еще нет. Да. Это же как все равно, чтобы посчитать весь ряд натуральных числов, перебрать его. То есть так же вроде не можем, но мы понимаем, что это естественно, что как бы есть, и что в этом нет никаких проблем. Да. Поэтому как бы люди на самом деле берут и ограничиваются, значит, следующую очень интересную вещь. Вот. Поэтому у нас с одной стороны, оказывается, что же сохранить математику, если я здесь догонял черепаху, у нас нужна какая-то аксиома, типа аксиомы выбора, с одной стороны, а с другой стороны, она приводит к неким фундаментальным противоречиям. Вот все, кто меня знают, все знают, как я расписываюсь на самом деле. Вот расписываюсь я вот примерно вот так. Это как бы означает, что как бы можно подумать, что это D, это форм D Дамилов. На самом деле, это стилизованная запись функции Дерихве, так называемая. То есть я ее придумал в 15-16 лет. Сейчас их вы увидите, могут на документах. Да, я тоже этого боялся, да. Любой может за мной расписаться на документах. Это функция так называемого Дерихве. Чем она очень интересна? Эта функция, она очень странная. Она 0 ставит во всех числах, которые иррациональны, но не рациональны. То есть иррациональны. То есть действительные числа, из которых множество рациональных чисел, то есть m на n исключено. Единицу она настигает в тех великолепных значениях, когда x равно рациональное множество. Обратите внимание, что эта функция самое смешное, что периодична. Почему она периодична? Потому что она может добавьте любое рациональное число, прибавьте к нему, и она будет приходить к саму себя. Но у нее нет основного периода. У то косинуса и синуса есть основной период, а у нее нет. То есть любое рациональное число является периодом этой функции. Интерес этой функции состоит в том, что она, значит, получается, что эта функция интегрируема по Римману, не интегрируема по Римману, но интегрируема по Лебенгу, так называемая. Что такое происходит у нас с интегрированием по Римману? Интегрирование по Римману, когда у нас есть некоторая функция, вот она, действительная некоторая функция, Вот она берет, и мы ее как бы разбираем на вот такие небольшие кусочки. Бац, бац, бац. И вот значение этой функции мы в этом самом кусочке вычисляем, умножаем вот это на самое маленькое dx. А потом их берем и потом их суммируем. Но с этой функцией легко видеть, что так не поступить никак. Потому что у тебя множество вот этих единиц, она всюду плотна во множестве чистых иррациональных чисел. Всюду плотно. В любой точке у тебя и в любой окрасе любого иррационального числа, например, корня из 2, у тебя сколько угодно бесконечное количество вот этих целых числов. Потому что надо посмотреть эту запись десятичной береги. Да, да. Она же не с азатами между числом, правильно? Да. Вот такова, значит, у нас возникает ситуация. Вот. С одной стороны. Но с другой стороны, был придуман интеграл, так называемый интеграл Лебега. И который приводит к тому, что эта функция, значит, оказывается, у нас... Эту функцию можно проинтегрировать. То есть там возникает мера Лебега, которая не видит ни одного счетного множества. Интеграл у него равен по этому нулю. Потому что Q и гораздо меньше, то есть она счетная. А вот она вот такого образом не видит. И вот могу обратить внимание, что я вот так научился расписывать. То есть у меня зашифрованная функция в моей росписи, которая состоит, в общем, не Данилов, а там функция, которая не... Да, эта функция же всюду плотная. Да, всюду плотная. То есть это как бы тоже важное свойство. Всюду плотная. Но посмотрим, что у нас и с интегралом Лебега у нас тоже возникают многочисленные проблемы. Да? Ну, например, одна из них состоит... Значит, парадокс, который, вообще говоря, придумал Джузеппе Виталий. Это опять один выдающий человек, который заканчивал Болонский университет. Вы знаете, что Болонскому университету слегка неравнодушен, да? Вот он заканчивал тоже Болонский университет. Точнее, Пизанский учился, конечно, он вначале в Болоне. Он состоит в следующем. Что мы берем отрезок от нуля до единицы и разбиваем его на классы эквивалентности. Классы эквивалентности, они состоят таким образом, что эквивалентными объявляются все числа, отношения между которыми есть рациональное число. Понимаете, да? Корень из π, умноженный на 2, корень из π, поделенный на 2, корень из 2, поделенный на 2, корень из 2, поделенный на 3, они принадлежат этому интервалу. И они являются этой точки зрения эквивалентными, потому что они с точностью до рационального множителя оказываются. Это отношения к эквивалентности. Она обладает каким-то свойством. Если число А эквивалентно Б, и Б эквивалентно С, то А эквивалентно С. Потом они обладают, что если А эквивалентно Б, то Б тоже эквивалентно А. То есть обладает свойством симметричности. Вот подобными вещами они возникают. Но теперь представим себе кардинку совсем другую. Возьмем и умножим вот эти все числа на рациональные числа, принадлежащие интервалу от минус 1 до 1. Он возьмет этот интервал и растянется на минус 1 до 2. Ну вот тогда каким образом? Берем, вычисляем меру Лебега. От минус 1 до 2 мера Лебега будет равна 3. Но ведь это уже быть не может, потому что мы-то умножили их на счетное множество. Функции-то у нас здесь счетное количество было из отрезка минус 1 до 1. Мы умножили отрезок на отрезок. Да. Отсюда мы взяли не на отрезок, а отсюда мы взяли только рациональные числа. Таким образом, любое число не покидает его класс эквивалентности. Вот это. Организовано нас таким образом. А оно перешло потом. Вот это. Таким образом, мы взяли вот отсюда и умножили из рациональных чисел. А оно таким образом у нас получается, что растянулось до этого самого интервала. А в чем это было 2-то? А ты не сдадил, понятно. А 2? Сейчас. Ты-ты-ты. А, нет, не умножили, блин. Умножили, сказали. Добавили. Прибавили. Прибавили, да. Да, блин, нормально. Добавили. Вот таким образом у нас вот эта самая ситуация, она... Просто пополнили, да? Да, пополнили. Рациональными числами из другого... Да, пополнили. Оно у нас взяло и растянулось. Но с одной стороны, мы их на рациональные числа, их интеграл Лебега не видят никаким образом. То есть их мер их равна нулю. Да, добавили. А с другой стороны, мощность этого отрезка, он стал равен трёх. Должен был стать одному, а стал равен трёх. Чего быть не может. Таким образом, Виталий нам показал следующую вещь, что существуют специальные функции, вот одну из которых он организовал. Такие функции, для которых интеграл Лебега тоже лишён смысла. И если мы благополучным образом избавимся, получается, от теоремы выбора, то у нас пропадут и вот такие запрещенные функции, типа функции Виталия. Вот такой интересный факт. Поэтому надо как бы от неё избавиться. Но с другой стороны, нам очень хотелось бы сохранить физику. То есть производный Ахиллес у нас хотелось бы, чтобы догонял черепаху хоть когда-то. Поскольку он её догоняет. Да, поскольку он её как бы догоняет, да. Очень бы хотелось. А никак этого не получается. У нас то Бана Хатарского текут, то у нас Деда Морозы что-то делают или что-либо. То Деда Морозы считывают. То Деда Морозы. Поэтому как бы так придумано, значит, я не забыл сказать, да, вот то, что там наверху написано, две буквы. Это на самом деле просто читать надо как не то, что вы подумали, а то, что это теорема без У. Это известная такая теорема без У. Поэтому вот она. Потому что я точно так же буду хулиганить сейчас, продолжать. Значит, один из этих способов, очень слабый, который состоит, что всю математику можно сохранить тем способом, чтобы сказать, что теорема выбора, она работает только для целых чисел, для натурального ряда. Но этого как бы так и на самом деле недостаточно. Вместо этого достаточно уже давно, уже более полувека назад, математики придумали вместо аксиома выбора так называемый принцип дополнительности. Формулируются в терминах и теории игр. То есть Дед Мороз и Снегурочка на этот раз играют на раздевание в следующую интересную математическую игру. Они, Дед Мороз и Снегурочка, значит, они берут некоторых наборов последовательных стриминок есть. Один из целых чисел. Два, три. И вот их целое множество таких последовательств здесь поставлено. Много там. Я даже не хочу сказать, что их счетное число. Их не счетное число. Вот это множество таких последовательств из этих чисел. Значит, первый игрок, то есть Дед Мороз, он делает свой ход. Он пишет какое-то число, которое принадлежит к этой самой последовательности. На втором ходу, если Снегурочка, значит, пока пишет второе такое число А2, которое ни к одному из этих множеств не имеет отношения. Я такая последовательность А1, А2 не встречается. То Снегурочка выиграла. Понимаете, да? В общем, если этот рекурсия, вот этот бесконечный процесс этот возникает, и на любой ход Снегурочки ему, Деду Морозу, удается написать такое число А3, что у нас итоговый процесс, получившийся некоторой последовательности, содержится в одном из этих множеств, то выиграл Дед Мороз. То есть видите, что Деду Морозу гораздо проще, казалось бы, на первый взгляд проиграть, чем Снегурочке. Потому что Снегурочка на каком-то конечном ходу может написать вот этот ход, а Дед Морозу нужно написать всю эту тему непрерывно. Вот, такова, значит, наша история печальная. Состоит, вот аксиома дополнительности, она состоит в констатации того факта, что множество, все множество наши таковы, что существует выигрышная стратегия за одного и за другого автора. Либо за Деда Мороза, либо за Снегурочку. Вот это тоже как бы так странно. Это как бы на этой редакции похоже аксиома выбора, нет? Да, это как бы вот такая... Где отказались от присконечности актуальной. Да, они отказались, а придумали вот такую самую штуку. Интересно, что она оказывается ему некьюалентна. И она позволяет, разумеется, она позволяет сохранить аксиому выбора для счетных чисел. Потому что если у нас множество о счетном, то эта стратегия имеет выигрыш. Ну, если представить себе, ну, конечно, да, то Снегурочка напишет поздно или рано такое число, которое не содержится у Деда Мороза, там, большое или маленькое, и она выигрывает спокойно. Вот, а ну вот это сейчас. Ну, вот и сделаем. Интересно, что у нас оказывается в этой самой ситуации невозможна вот эта самая континуум гипотеза. Оказывается, что при таком, при аксиоме дополнительности, в отличие от аксиома выбора, от общей, оказывается, что нет промежуточного множества, с мощностью промежуточного множества натуральных чисел и континуум. Что тоже естественно похоже. Да, похоже, что тоже естественно. И многие парадоксы. В нем вот отказываются, значит, уходят таким образом, и все неинтегрируемые полибегу множество. Там его построить не можешь, вот в этой самой системе. То есть у тебя все нужды становятся автоматически интегрируемые полибегу, вот подобного рода. Что тоже эта вещь. Но что мы видим с философской точки зрения? Мы видим воспроизводство ситуации, которая была в 19 веке, когда появилась геометрия Лобачевского. Да? Современная вот эта штука. Мы видели, что по отношению к одной из аксиом, то есть по сумме углов треугольников равна 180 градусов, или параллельных прямых, намножаем. Оказалось несколько точек зрения. В случае бесконечного количества и Римманова геометрия, и Лобачевского, и так далее. Но сейчас получилось у нас странная эта штука. У нас здесь получилась штука чрезвычайно странная, потому что у нас как минимум три математики существуют равноправно, рядом с собой. Одна из них, где у тебя аксиома выбора ограничена только счетными множествами. Вторая, где аксиома выбора заменена на аксиому дополнительности. И третья, это вот царменная цармила Френтли с аксиомой выбора. Для всех чисел. Да, для всех чисел. Вот такая вот эта самая странная. Они все разные. В них факты чрезвычайно противоречат друг другу, в том числе континьюм-гипотеза. Континьюм-гипотеза, например, вот с такой дополнительностью, она не выполняется. Вот. И это чрезвычайно интересно. Но для нас, как бы для физиков и для философов, снова становится вопрос, насколько мы математики, которые у нас являются, например, у физиков путеводной звездой, можем доверять. Никто же не сказал, что не существует столь же развернутая мощная критика других аксиом. Этих вещей. Просто мы это не знаем. А мы-то уже используем готовую форму. Да, мы используем готовую форму. Для нас это... Чтобы они обоснованы. Да, ведь надо же понимать, что для древних греков нуля не было. То есть для них... Они почему? Для них нерациональные чиселы. Да, разумеется. Но иерационных чисел поэтому не было. У них не было отрицательных чисел. Не было. Нуля не было. Вот. Но их позиция, она была обоснована. Потому что говорили, а мы в ноль вводим. А они говорят, а это не может быть. Зачем? И точно так же получалось, что в их математике и обоснованно оказывался парадокс Зенона. Он обоснован. Потому что для них производное, то есть отношение двух бесконечно малых величин, построить было нельзя. Да. Построить было нельзя. Ни в коем случае. Оно само по себе. Потому что ты туда в бесконечность дойти никогда не мог. У тебя к всему этого выбора нет. Ты вот эту самую функцию F от S, которая у тебя прилетела на 1, 2, на 1, 4. Продлить ты в бесконечность не мог никогда. У тебя нет механизма такого. То есть ясно, что они получают, что гораздо умнее, чем мы о них думали. Нам удается парадоксам Зенона придать конкретно взятый смысл. Чрезвычайно важный. Вот таков странный вид. В контексте нашей продвинутой математики они тоже не оправдывались. Кто же мог знать? Над ними 18-19, до начала 20 века все потешались. Как это Зенон не мог такое понять? А потом появился Бана Хатарского. Потом появились парадокс Виталия. Все вот это появилось. И Деда Мороза это, разумеется. То же самое, что в мире ребенка тоже слой мир. И там он живет и существует. И нормально все, никаких медов нет. В мире взрослых другой мед. Как они пересекаются, непонятно. Пересекаются же. Принято вообще до этого было думать, что мир ребенка это не до мира взрослого. Когда он еще чему-то не научился. А вот получается, что не только так. Надо разобраться, насколько мы можем друг другу доверять. Поэтому было бы очень интересно посмотреть, если бывает возможно. На классическую математику я не удивлюсь, если там будут действительно какие-то странные результаты, которые мы не понимаем. Может это математика была совсем другой. Ну вот совсем. Где там сложение и таблицин умножение есть, а математика какая-нибудь совсем другая. Вот такая вот вещь. Возможно и другая математика. Да, ну вот она есть. Как минимум три математики существуют на сегодняшний день. Просто математики. В самом начале. В самом начале. А потом как эту математику связать с реальным миром? Что такое реальный мир? Важно действительно. И это больше всего право. Уже все же это имеет прикладное значение. А сколько вообще, говорю, все, что у нас на что-то работает. Ну физика, физика. На чем базируется? Базируется на математике и на счете. И на том, что, грубо говоря, пытается каким-то образом экспериментально. Да, потому что она очень сильно базируется на понятии производной. Можно представить себе такую математику, что где нету программы. Но, как правило, физика математику использует в качестве предсказаний. То есть, математика что-то предсказывает, а физика пытается это найти и обосновать. Ну, здесь же обосновывается не математикой, по сути. А как физику без математики понимать? Как просто понимать? В современную физику без математики уже и не понять? Я думаю, что... Еще классическую физику можно нарисовать. Какие-то там, может, схемы, какие-то рисунки. А что значит тогда понять? Не понятно. То есть, тут уже пропадает само понятие понимания физики. Когда мы начинаем, что называется, углубляться в мир, в мир кладков и так далее, и так далее, и так далее, то там, я так понимаю, понимание, понимание в принципе, термин понимания, он вообще уходит. Да, современные физики отказываются от самого термина понимания. Это самое главное, воображение и представление. И пытаются следовать одной математике. Но мы математики... Математика что-то понимает? Да, что она сама автоматически делает, автоматически у нее все это получается. Математика внутри самосогласована, не подоречила, более-менее полна. Ну, по крайней мере, на это как бы, может, не самое главное, мы тоже надеемся. Как бы, если у них есть проблемы, они разрешаются. А мы просто собираемся, мы смотрим, что она там делает, и мы ей доверяем. Ну, в общем-то, да. Не, ну пока, как бы, мы уже на практике же видим, что пока вроде... Что работает, доверяем. Но, в другой стороны, у меня открыл удивительный, не знаю, относится к данному вопросу, там, что даже, что запускаем ракеты, не все-таки вне идеи. Не по нашему знанию, как-то по-другому. У тебя метод проб и ошибок, как-то там. Ну, просто мы не можем посчитать. Ну, как бы, это вот сложно просчитывать. Но к математике это отношение не имеет. Мы только можем посчитать. По-моему, академик Келлыш, по-моему, там. Да, было такое. Да, значит, трех тел, это было. Кончил самоубийством, потому что, как бы, врач... Ну, это гипотеза, никто не знает, почему он кончил самоубийством. Но... Нет, то, что мы не можем рассчитать траекторию, как бы, да, выведение на армию. Ну, потом превоспособились и научились... Да, 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 подгонкой, да, подгонкой. Подгонкой просто, как бы... Ну, очень многое делается, подгонка реально. Очень мало, например, физики, что считается. Очень немногое, что дается посчитать. Не, ну, не просто, ты постоянно рассказываешь, а вот мне взяли здесь, добавили какой-то член. Да. Какие-то соображения там, как бы, таких... Красоты. Красоты. И, типа, все стало как бы сразу хорошо, красиво, там, и успокоились. Да. Там в прошлый раз рассказал, как-то взяли что-то, а отбросили одну вторую. Да, да, да. Чтобы она портит все, все делает. Да, 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 хорошо. Да, сразу же все... Система у тебя стала конечной, да. Так была бесконечной, те кусок, а осталась конечной. И фотон вели. Ну, вот, вот это такова, значит, ситуация. По большому виду, оказывается, что уже не важно, не важно, имеет ли это отношение к реальности таковой. Важно то, что это, не знаю, красиво и что-то предсказывает. Ну, это то, что она работает. Да, потому что она работает. Ну, вот это как бы странно. Вот этот странный вопрос непостижимой эффективности математики в области естественной науки, он, как бы, вот, в связи с этими представлениями, играми вокруг аксиоматики выбора, аксиомы выбора, он имеет, как бы, некоторые дополнительные смыслы. Его надо как-то понять и расшифровать. Я понимаю, что математика, это, в некотором смысле, уже та область, которая меняет наш мир, в принципе. То есть, где есть некий какой-то мир, математику поменяли, узнали мир. Не так, что мы сдаем мир, а сначала математику поменяли, а потом нравится, что нету. Есть же такое понятие, что Бог как бы создал мир, да, ну, как бы состворил на языке математики, да. Представляете, что математика, это, занимаясь математикой, ты занимаешься, в общем-то, как бы, божественным делом. Да. Особенно, когда каббалисты бы об этом согласались. Это там много, так, калмудистов, всякого рода, там, как бы, верующих, к смыслу, и прочего там. Именно потому, что, вроде, как бы, занимаясь математикой, ты не можешь, что-то, что-то... Да, а оказывается, что это, над этим всем царит, как бы, эта ухмылка Деда Мороза с его конфетами. Чёртико такое. Да, такое издевательство такое. Либо ничего нет, либо всё у Деда Мороза, либо всё у Мальчика. Да, потом я хочу обратить внимание, что в очередной раз это доказывает. Что прогресс идёт другим способом, чем логика, особенно прогресс в науке. Вот представьте себе в эту ситуацию, что люди до бесконечности могли лбом биться о проблему необоснованности нуля, или проблему парадоксов Зенона долго. И у них бы не возникло математики, в нынешнем смысле, то есть анализов бесконечно малых, дифференциального интегрального учисления. И они бы находились действительно на более высоком, низком, значительном уровне. Волевым решением вводится и всё. Да, а потом волевым усилием кто-то, кто-то сказал, что мы просто их аргументы рассматривать не будем, и ведём то-то, и то-то, и то-то. И сразу же, как только появился ноль, тут же появились логарифмы уже. Буквально через 30-40. Появились отрицательные числа. И пошла математика, и весь человек пошёл. И очень быстро в космос полетели. Да, интегральные дифференциальные числилили. Да, а потом мы пришли к этому, встретились с Дедом Морозом, там, на далёких планетах, и поняли, что в самом начале мы были неправы. И нет никакого дифференциального интегрального учисления. А всего лишь эта хмылка Деда Мороза, раздающего конфеты. Да мы уже полетели. Везде практики, везде всё это, и работа как бы... И эта позиция, она часто бывала. Она вот очень, мы вот с Бронзой это дело вспоминали, кончалась вот этих экспериментов с транспазонами. Когда были странные эксперименты с дрожжами, когда Менделевские законы не соблюдались, и то, и то, и то было. Те же Лосенковские и Алексеевы эксперименты, которые противоречили весьма низкому организскому характеру. Но о них можно было долбиться лбом и сказать, что здесь ничего верного. Можно было до бесконечности. Но потом пошло 50-60 лет развития генетики, и выяснилось, что на основании вот этих молекулярной биологии современной, эти транспазоны и эксперименты Лосенко и Алексеевы оказались вполне себе понимаемы и обоснованы. Ну и здесь точно так же, только этот процесс растянулся на тренд... С точки зрения эксперимента, да. Но потом оказалось, что на пути мемвестманизма и организма были написаны такие теории, которые вот эти самые эксперименты, которые им противоречили, оказалось, что вполне хорошо объясняют. Объясняют, да. Объясняют. И наоборот, и объясняют, как это может быть. Ну вот. И здесь точно так же можно было аргументы до бесконечности приводить людям. Да в лес не догонит черепаху. Да нельзя вашей математике доверять. Больше, чем счета из трех-четырех. А другой не разнулся, встал и прошел. Да, другой стал ходить и придумал дифференциальные интегральные числения. Ну, чрезвычайно. Вот такая вот интересная у меня задачка. Все, да.